Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами как обычно ColdVision. Мне удалось попасть на ПТР сервер, который открыли сегодня ночью, и первое, что я побежал тестить, это новую вот перчатку. Впечатления у меня от неё смешанные, и далее вы поймёте почему. Приятного просмотра! Итак, войд перчатка – это магическое оружие средней и ближней дистанции. Левая ветка направлена на нанесение урона и навешивание дот-эффектов, а правая – на исцеление и навешивание на противника эффектов, которые будут исцелять ваших союзников. Скалируется данное оружие от интеллекта и фокуса, но большинство исцеляющих умений не будут работать в билдах через инту. Лёгкая атака наносит 100% урона оружием, тяжёлая атака наносит 120% и лечит себя на 20% нанесённого урона. При прокачке интеллекта и фокуса показатель исцеления не меняется. При блоке вы будете конвертировать своё здоровье в ману. Чем больше у вас урон оружием, тем больше маны вы получите. Тип наносимого перчаткой урона – это магический войд урон. Теперь поговорим об умениях. Но прежде всего я должен вам сказать, что пока что это лишь ПТР, и вполне вероятно, что на релизе многие аспекты оружия будут изменены. Начнём с левой ветки под названием «Анигилятор». Первое умение – Petrifying Scream. Персонаж выпускает пронзительный крик бездны, который наносит 100% урона от оружия, стагерит, а также накладывает рут на противников в 5 метрах перед вами. Привязка от рута длится 2 секунды. Умение применяется мгновенно, и от него практически невозможно увернуться. Но на ПТР оно не работало, если цель не находилась в луже. Далее вы поймёте, о чём я. Теперь об улучшениях. Бон Чилинг Войс. Длительность привязки увеличивается на 1 секунду, если у противника меньше 50% здоровья. Фортифайинг Эхос. За каждого задетого противника вы получите 10-секундный фортифай, который уменьшит получаемый вами урон на 10%. Данный эффект стакается до 3 раз. Второе умение. Войд Блейд. Призывает клинок энергии бездны, который изменяет ваш тип атаки на ближний. Обычная быстрая атака наносит слэш урон в размере 100% урона от оружия, а сильная атака наносит пробивающий урон в размере 150% урона оружия. Обе атаки вешают на противника дебаф Дезинтегрейт, который наносит противнику 5% урона от оружия в секунду, а также понижает его защиту на 5%. Данный дебаф стакается до 3 раз. Мне данный скилл очень понравился, и он действительно один из немногих скиллов перчатки, которые правильно работают и им можно найти применение. К тому же его кулдаун 25 секунд, а длительность аж целых 15, и в перчатке довольно много пассивок, которые уменьшают кулдаун. Теперь об улучшениях. Фортифайд Блейд. При применении умения дает Фортифай, который уменьшает получаемый урон на 20%. Витсиус Войт. Крит атаки клинка пустоты наносят на 10% больше урона. Личинг Блейд. Каждая хэви атака восстанавливает здоровье в размере 5% от урона оружия за каждый дебаф дезинтегрейта. Данное исцеление работает только если вы играете через фокус. Ну и последнее умение в ветке. Обливион. Призовите портал из энергии бездны у своих ног, который наносит врагам 30% урона от оружия ежесекундно, и дает 20% эмпауэр себе и союзникам, если вы находитесь в данном портале. Радиус 5 метров. Длительность 6 секунд. Урон умения посредственный, но эмпауэр штука приятная, тем более, что дается и союзникам. К тому же перифайинг скрим работает только в области действия этого портала. Улучшение. Визеринг Обливион. Каждая атака по противникам внутри портала накладывает на них дебаф Викнес, который уменьшает их защиту на 5% в течение 5 секунд. Стакается до 3 раз. Инвигарейтинг Обливион. Вы и ваши союзники восстанавливаете 15 стамины в секунду, пока находитесь внутри круга. Последняя пассивка называется Void Color. При успешном применении умения вам дается стак данной пассивки. После того, как вы наберете 6 стаков, они сбросятся и у вас появится аура, которая в радиусе 3 метров исцеляет союзников на 30% урона от оружия, а врагам наносит урон в этом же размере. Длительность ауры 5 секунд, а исцеление скалируется лишь от фокуса. Каждую пассивку я вам зачитывать не буду, поэтому просто вставлю скрины. Те, кому надо, сами нажмут на паузу и посмотрят. Теперь о правой ветке под названием Decay. Первое умение. Bladeful Teaser. Персонаж выпускает снаряд, который связывает его с противником, вешает на него ослабление и дает вам 4% Empower ежесекундно, но не более 20% в сумме. Когда тизер порвется, противник потеряет контроль и уйдет на 15 метров. Очень сильное умение. Мне кажется, что из-за его бафа и контроля оно будет во всех билдах с перчаткой. Теперь об улучшениях. Тизер Refresh. Каждый удар по связанной с вами цели уменьшает время восстановления всех умений Void Перчатки на 5%. Тизер Focus. Плюс 100% мано-регенерации во время действия тизера. Soul Eater. Если цель умрет во время действия тизера, вы восстановите здоровье в размере 80% урона от оружия. Работает только в билдах от фокуса. Второе умение. Orb of Decay. Выпускает перед собой сферу, которая наносит противникам 100% урона от оружия, а также вешает уже известный нам дебаф под названием Disintegrate. После того, как сфера преодолеет максимальную дальность, она трансформируется в исцеляющую арбу, которая возвращается назад к персонажу и ежесекундно в течение 5 секунд восстанавливает всем задетым союзникам здоровье в размере 20% от урона оружия. Работает лишь с фокусом. Это очень специфичный скилл. Хоть выглядит он довольно интересно, но этот шар постоянно криво летит, а исцеление довольно-таки посредственное. Максимум вам удастся задеть им 2-3 союзников, но мне кажется, что хилить посохом будет профитнее. Draining Orb. Дает 5% от максимальной маны за каждого задетого сферой противника. Slowing Orb. Если ваша сфера заденет противников, на которых уже есть какой-либо дебаф из перчатки, они будут замедлены на 30% в течение 3 секунд. Detonating Orb. Во время полета сферы используйте умение еще раз, чтобы взорвать арбу. Взрыв нанесет противникам 100% урона от оружия и повесит на них стак Disintegrate, либо исцелит союзников на 70% урона от оружия. Ну и последнее умение. Essence Rapture. Выпустите снаряд, который поражает противника раной на 10 секунд. Когда ваши союзники будут наносить урон израненному противнику, они будут восстанавливать здоровье в размере 20% от нанесенного урона. Ну что, хотели дематчметр? Вот он, получайте. Но на самом деле умение довольно интересное. Мне кажется, что в каждом инстанции ему найдется применение. Invigorating Rapture. Каждый удар по израненному противнику восстанавливает 15 стамины. Overflowing Essence. Когда время действия умения истекает, союзники в радиусе 4 метров от цели будут исцелены на 80% вашего урона оружия. Работает лишь в билдах с фокусом, естественно. Последняя пассивка ветки. Glimps of the Void. При каждом успешном применении умений перчатки вы получите Void Эссенцию. После 4 стаков сделайте хэви атаку и сбросьте все свои кулдауны на перчатки. Сильная пассивка, но мне было сложно ее применить. Ну и несколько секунд с пассивными умениями из ветки. Как я сказал в начале ролика, у меня сложилось двоякое впечатление о данном оружии. С одной стороны, для чистого хила оно не нужно, потому как использовать его вам будет некогда. А его исцеляющие скиллы, ну скажем честно, посредственные. С другой стороны, в плане использования как оружие ближнего боя в билдах через интеллект, тоже не дает большого профита, из-за того, что многие умения исцеляют вас и союзников от фокуса, чем тоже не хочется пренебрегать. К тому же вы теряете возможность ставить блок, из-за чего его использование в мили билдах ставится под сомнение. Может быть вы подскажете мне, как лучше его использовать? У меня пока что только две идеи. Либо легкие доспехи и билд через бурст в ближнем бою через интеллект, либо тяжелые доспехи и ближний бой с билдом через фокус. А на этом у меня пока что все. С вами как всегда был Колд, всем спасибо за просмотр и увидимся на просторах Этернума.